Всем здарова, я снова на проекте Смотра Рэйдж и сегодня расскажу вам про пилотов, потому что я прокачал 10 ранг, протестил все самые интересные заказы, которые там есть, выяснил какая там зарплата с випкой и без, но к этому вернемся чуть позже, потому что у меня сегодня было 100 плюс непрочитанных сообщений в личке, то же самое еще у некоторых админов в моей банде, наверное у всех там говорят то, что им заплуживают все. У нас в банде, увы, сейчас на данный момент нет мест, чтоб вы понимали, 184 из 150, не 150 из 184, а наоборот, рассказываю, что произошло, я выпускаю прошлый видос, у нас в банде ровно 100 человек, я такое говорю, все, вступайте к нам в банду, нам расширили слоты, все хорошо и ухожу спать, примерно через 2 часика просыпаюсь и у меня заплужен весь дискорд и заплужена вся личка в ВК, потому что как только Максим набрал 230 примерно человека в банду, в этот момент просто крашнул сервер, то есть умер сервер, там было 700 с чем-то онлайн, и сервер не вставал, Саня разобрался в чем проблема, Саня это разраб сервера, и просто скрипт банды не выдержал, потому что банды не были рассчитаны на такое количество людей, поэтому Саня рандомно кикнул, ну скорее всего рандомно, либо самых последних кикнул примерно около 30, может быть 35 человек, и снизил нам слоты до 150, для того, чтобы сервер работал адекватно, почему, потому что можно было что-нибудь нахимичить, оставить там 215 человек или что-нибудь такое, но еще есть Асата и есть Давидыч, которые тоже хотят создать свою банду, у Асаты, по-моему, кстати, уже фул, то есть 50 человек в его банде, поэтому да, не только я должен руководить какой-то бандой, другие люди само собой тоже хотят, поэтому да, чтобы другие люди тоже могли развлекаться, и чтобы не было проблем, пришлось так сильно ограничить слоты, когда они появятся, вообще непонятно, Саня делает обнову, я вчера был на тестовом сервере, общался с разрабами пару часов, сидел, короче, все хорошо, да, но обнову пилят, там прям все заняты, насколько это возможно, и поэтому сейчас Саня не будет расширять нам лимит, переписывать систему банды или делать в данный момент систему семей, о чем, конечно же, неоднократно говорилось, потому что, в принципе, в нашей банде реально неплохой онлайн держится, люди постоянно общаются со всеми, дают какую-то инфу, там создали уже Дискорд, вы можете спрашивать его в банде, я пока что туда не вступаю, у меня нет времени, ну как, я только проснулся, и какой нахуй Дискорд, я вот пожрал и начал записывать видосик, поэтому ждем систему семей, либо ждем оптимизацию банды, либо ждем еще чего-то, что Саня там сам напридумывает с бандой, но это будет в любом случае до обновы, этого не произойдет, может быть, если денек у Сани будет свободный, он как-то оптимизирует банду, там, короче, в банде я рассказываю, там постоянно собираются логи со всех людей, какие у них ранги, когда они заходили, сколько времени они провели в онлайне, сколько они наформили рейтинга, сколько они добавили баланса, сколько они всякой, короче, хуйнино покупали, короче, из-за этого сам скрипт банды просто не выдержал и крашнул нахуй весь сервер, это надо просто оптимизировать, я уверен, что Саня это сделает легко, просто он сейчас для нас пилит обнову, и у него в данный момент на это абсолютно нихуя нет времени. И не страшно, знаете, я, говорю, вчера был на тестовом сервере, ну, на тестовом сервере, который чисто для разрабов открыт, и могу сказать то, что там вообще все, заебись, и как бы, да, обнова будет, как я и говорил, охуенной. Но, ладно, не буду нагонять ваших тут ожиданий, потому что хуй его знает, может, может и не охуенной будет, но пока что по первому впечатлению все заебумба. По поводу пилотов, если очень кратко на первом и на четвертом заказе качаете себе десятый ранг, на десятом ранге катаете заказ, который вы катаете и зарабатываете без випки примерно 380-390 косарей, там очень легкий заказ, ну, то есть там разброса огромного по цене не будет, там единственный разброс по цене, это, типа, сколько там будет он стоить, 28 там или 31 тысячу, процентов 10, я так понял, там разброс, а с випкой, ну, примерно 420-425 у вас будет зарплата, с випкой на десятом левеле. А если хотите поподробнее, то ждите, пока я доеду до пилотов, там, в принципе, есть что рассказать, как качать, какая зарплата и вот это все. И, кстати, да, что еще забавно, тут в банде есть чуваки, которые просто подкатываются к новому барыге и постоянно кидают какие цены на барыгу, то есть вы даже можете не ездить и, например, оставлять слитки или оставлять шкуры, шкурки, вот это, ладно, я так рекламирую банду, как будто хочу, чтобы вы вступили, а места-то нету, блядь. Так вот, по поводу пилотов, рассказываю, давайте начнем с первых рангов. Этот заказ лететь примерно 3,5, может быть, 3 минуты 40 секунд. Вот этот заказ, кстати, который самый дешевый, я сейчас покажу. У меня вся эта хуйня есть на хампухтере. 3 минуты 20 секунд лететь этот заказ, то есть за 3,5 минуты, давайте возьмем 3,5, потому что вас пока загрузит обратно, пока вы нажмете F5, пока возьмете снова этот заказ. Заходим в калькулятор, получается 17 заказов вы отвезете за час, то есть за час можно поднять примерно 2 уровня. И платят тут, ну, давайте, типа, 20 500 с випкой, я буду считать с випкой. 350 косарей в час я буду зарабатывать, просто формя 10 левел, и это, в принципе, имба пиздец. Но тут еще есть заказ, очень прикольный, вот этот вот 4 ранг, за него платят меньше, но его лететь примерно на 7-8 секунд быстрее, но он заказ прикольный, потому что вы там пролетаете над дорогами, над дальнобоями, над ЕКХ. Короче, интересненько, весело, происходят всякие забавные ситуации на этом заказе. Короче, заказ красивый, прикольный, поэтому прям до 10 левела я вам рекомендую катать 1 и 4 ранг. Да, вот 4 ранг я успевал пролетать за 3 минуты 13 секунд. Ну и 3.20, грубо говоря, если вам там надо взять заново новый заказ, вот это все. Короче, нормально, адекватно. Что я хочу сказать, вот этот заказ, хуйня на истребителе, он просто очень маневренный, достаточно быстрый, тоже для разнообразия можно взять этот заказ. Этот заказ, по-моему, лететь 10 минут, зарплата тоже около 400 с випкой, но он очень прям скучный, этот заказик. Самый имбалансный заказ, вот этот самолет, 10 ранг, 30 с половиной тысяч, кстати. 34 с випкой получится ровно тут, ну примерно, ну вы поняли. Все заказы для разнообразия, в принципе, опять же, есть смысл брать, просто для того, чтобы полетать, пострадать хуйней. И что самое удивительное, на работе пилота, реально, все маршруты, они оптимизированы под нормальную зарплату. Там, по-моему, есть один только косячный, который летит 10 минут, за него там платят что-то около 40 косарей, но это вообще похуй, как бы, просто его не берите и все. И работа пилотов, видите, в чем проблема? Если у вас есть випка, то я 100% рекомендую вам эту работу, на ней реально очень приятно, комфортно летать, для разнообразия, прям заебись. Особенно, если у вас и курьерка, и дальнобои, и там, не знаю, и такса, и автобусники прокачены, и пилоты, то вы можете реально комбинировать работу, и пилоты, когда их вернули, люди прям реально заходят на эту работу, просто почилить, отдохнуть от других работ, полетать, посмотреть на красоты, там, на рассветики, на закатики. А если у вас нет випки, вы в говне. Это все, что я вам могу сказать. Да, потому что нон-стоп формить пилотов вас заебет, как и любую другую работу, но это, в принципе, дефолт. Но, реально, для разнообразия я использую только пилотов. Вот прям самая имбалансная работа, чтобы чисто почилить, позаписывать видеоряд, пострадать хуйней, можно даже, кстати, поделать какие-то челленджи, моментов смешных, забавных там происходило, дохуя, я думаю, по видеоряду вы это все видели. Это при том, что я очень мало провел времени на этой работе, поэтому, как бы, тут, да, все, все, что я хотел сказать. Всех люблю, всем спасибо, то, что смотрели, и всем пока. Пока.